В России стартовала первая сельскохозяйственная микроперепись. Это способ зафиксировать перемены, происходящие в аграрном секторе за последние пять лет. Последнюю сельхозперепись Росстат провёл в 2016 году. В России тогда было 36 тысяч сельскохозяйственных организаций, из них 67% малые предприятия. В этом году было решено провести микроперепись. Через пять лет после основной. Участниками становятся сельскохозяйственные организации, крестьянские и фермерские хозяйства, некоммерческие товарищества и личные подсобные хозяйства в сельских населённых пунктах. Именно их проверяют в деревне Лепёшки на территории поселения Царёвское. К собственникам подсобных хозяйств приходят переписчики. Остальные передают данные через специальный веб-ресурс. «Вот картошечка, капусточка. Капусту уже половину съели. Теплица, да». Переписчик задаёт владельцу личного хозяйства ряд вопросов. Например, какая цель производства сельскохозяйственной продукции? Есть ли в хозяйстве теплицы или парники? И их количество, и многое другое. Количество вопросов по сравнению с большой переписью сократилось, а среднее время заполнения переписного листа на планшете составляет 10-15 минут. «На огороде у меня картошка, морковка, капуста. Капуста была и цветная очень хорошая. Кусты. Ну, всё, что вот нам надо. Уже сейчас декоративные. Уже и черешня была, и вишня. Уже стараемся такие экзотивные, какие-то эксклюзивные гибриды, чтобы побольше, покрупнее». Всё это фиксирует переписчик. На территории поселения Царёвское на 29 населённых пунктов приходится шесть переписчиков. У каждого из них свой участок, в котором примерно 500 личных хозяйств. «Осмотрели уже 84% и планируется ещё до конца на 100%. Уровень очень хороший. Все очень много сажают. Ну, развивают, скажем, сельское хозяйство наше». Продлится микроперепись до 30 августа. Она позволит детальнее оценить ресурсную базу и потенциал агросектора страны, а также выработать актуальные программы поддержки и развития села, крупных аграрных и фермерских предприятий, малых подсобных хозяйств. Оперативные итоги будут к концу 2021 года. Окончательные – к концу 2022 года.